Друзья, всем привет! Хочется поговорить с вами про такую актуальную тему, как травма, про то, как быть в ситуации неопределённости. Мы немножко отрефлексируем те события, которые происходят с точки зрения психологии, и дадим небольшие рекомендации. Оль, спасибо большое, что ты пришла. Я хочу предложить тебе представиться, немножко рассказать о себе. Ну, спасибо, что пригласила. Меня зовут Ольга Малинина. Я психолог, психодрамотерапевт, тренер Московского института гештальта и психодрамы. Ну, работаю в частной практике, у меня частная практика с клиентами. Плюс я преподаю в своём институте метод психодрамы. То есть, ну, как-то я так очень сильно погружена в психологию со всех сторон. И как организатор каких-то мероприятий, и как человек, который работает непосредственно с людьми, и как человек, который преподает. То есть, у меня такое всё, что можно, всё есть. Я перед тем, как пригласить тебя, изучила твой канал, обязательно мы поставим ссылочку в описании. Очень много ты говоришь про травму. И, естественно, это такое, наверное, центральное понятие, с которым работает психолог, когда человек приходит к нему на приём, и хочется спросить тебя, вот как тебе кажется то, что сейчас происходит? Имеет это отношение к травме? Или это просто высокий стресс? Или это что-то ещё? Вот как бы ты про это рассказала? Да, я думаю, что то, что с нами сейчас происходит, это можно назвать травматическим опытом. Есть разные представления о том, что такое травма в психологии, вообще в психотерапии. Есть такое классическое определение, которое есть в DSM-5. Это, ну, как если так попроще, это некоторый такой справочник того, с чем работают психологи. Ну, такая диагностика тех состояний, тех заболеваний, которые могут быть у людей. Это DSM-5 и МКБ-11. И травма – это, ну, если следовать этому источнику, то это угрожающее жизни и здоровью, да, какое-то событие, связанное с причинением, ну, с возможным причинением смерти, вреда здоровью или вашей сексуальной неприкосновенности, события, да, которое может быть связано или с вами лично, то есть я лично это переживаю, на меня нападают, или я вижу, как на кого-то нападают. Это второй вариант. Третий вариант – я узнал, что с моим близким что-то подобное произошло, именно с близким человеком, который мне как-то дорог и важен. И четвёртый вариант – это если я по ходу деятельности сталкиваюсь с последствиями таких событий травматических. Ну, например, я врач, и ко мне привозят, не знаю, пострадавших. Если этого много, и я не могу с этим справиться, это тоже может быть травматическим опытом. Как бы сейчас получается так, что мы почти все вовлечены в переживания этого события, потому что с кем-то это связано лично, у кого-то страдают близкие, мы свидетельствуем этому, и кто-то ещё непосредственно сталкивается в своей профессиональной деятельности с тем, что происходит. Правда, тут стоит сказать, что в классическом понимании того, что такое травма, предполагается, что травма – это какое-то разовое событие. Вот бац, на меня напали, например, угрожая жизни, забрали кошелёк. И дальше я живу в обычной реальности, как-то пытаюсь приспособиться с тем, что со мной случилось. В данном случае это не очень подходит к нашему событию, потому что у нас длительное переживание этого травматического опыта. И на этот случай есть отдельное название травмы, которое называют комплексной. И комплексная травма – это как раз хроническое переживание подобных состояний долгое время. И вот, к сожалению, в нашем случае мы сейчас переживаем как раз вот этот травматический опыт растянут и во времени. Мы не знаем, когда он закончится. Мы сейчас в нём живём и живём, живём и живём, живём и живём. И никто не может сказать, когда это прекратится. В этом, наверное… Ну, как бы в таком случае, в таком длительном переживании этого опыта, самое, наверное, страшное, что есть, это именно хронический стресс такой. Мы не один раз это пережили, а переживаем это каждый день постоянно. И в этом, наверное, самая сейчас большая проблема, с которой мы все столкнулись. Знаешь, может быть, имеет смысл сказать, в чём сложность именно длительного проживания вот таких событий, когда мы долго в них находимся. Мы начинаем привыкать. То есть мы начинаем привыкать к ненормальной реальности. И она для нас становится нормальной. То есть если разовое нападение, не знаю, какого-то хулигана из-за угла, там подонка, мы это переживаем гораздо легче, потому что реальность как таковая не изменилась в наших глазах. Ну да, какая-то сволочь на меня напала, это неприятно, но включаясь в обыденность в обычную жизнь, в привычную реальность, я это перерабатываю быстрее. Когда же мы начинаем привыкать к тому, что на нас каждый раз нападают из-за угла, это становится какой-то такой новой нормальностью, и именно к ней мы начинаем адаптироваться. Потому что психика так устроена, что мы, естественно, пытаемся любым способом совладать с тем, что происходит, как-то назвать это для себя, как-то приспособиться, новый способ реагирования в себе развить. Потому что это какая-то наша такая базовая задача нашей психики для того, чтобы выжить в том, что происходит. Ну и это, наверное, самое страшное, что мы сейчас начинаем уже к этому привыкать. То, что сейчас происходит, у меня есть такая ассоциация с вот этим треугольником жертва-насильник-спасатель, агрессор или насильник. И вот то, что сейчас происходит, как будто бы такое вот всё время ты как бы агрессор, потом ты чувствуешь себя жертвой, что весь мир на меня ополчился, потом ты хочешь что-то сделать, когда спасти, ну хоть что-нибудь. И вот это вот переключение по этим ролям, как будто бы оно и на уровне государства, и на уровне обычных людей. И вот то, что я чувствую в обычной жизни, что агрессия очень сильно возросла. Вот просто в транспорте люди... Я буквально сюда шла по улице, и передо мной шёл мужчина, навстречу ему шёл другой, а он как бы был немножко как бы, ну как сказать, они как будто шли немножко друг на друга. И тот ему сделал вот так, ну как-то типа как-то вот так сделал, а тот вот так, и я вообще ничего не поняла. Ничего не случилось. То есть они просто шли друг на друга. И вот эта агрессия, которая возрастает в обществе, как будто бы такая коллективная, бессознательная, которая вот набухает от какой-то вот злости, агрессии, необходимости защищаться, как будто бы и нападать в качестве этого защищения, защищения? Защищения, да. В качестве этой защиты, точно. Как вообще быть вот с этой агрессией? Как с ней пребывать? Вот есть ли какие-то инструменты, как сохранять в себе, ну вот какой-то вот не попадать в эти роли? Есть ли какие-то инструменты для этого? О, ну, наверное, самое первое – это осознать. Просто боюсь, что многим это не очень нужно, ну, в смысле осознавать, что происходит. Вообще злость, она является, ну, таким естественным проявлением, да, нашей психики. Оно может возникать в разных ситуациях, но вот самое основное, на мой взгляд, то, что мы сейчас наблюдаем, это прежде всего злость из-за страха. И это некоторая защитная реакция, да. Кто-то в страхе убежит, кто-то в страхе спрятится под стол, а кто-то в страхе пойдёт бить морду соседу. И как кто отреагирует, неизвестно, да. То есть это может быть весь спектр реакции в одном человеке, а может быть каждый выберет что-то своё. Ну и то, что я сейчас наблюдаю, действительно злости сейчас очень много, агрессии очень много. Я сама себя поймала в какой-то момент на мысли, что там споря с кем-то в чём-то, не знаю, там и в соцсетях, или с близкими, я понимаю, что у меня тоже начинает подниматься эта ненависть. И я просто усилием воли себя заставила прекратить это делать, потому что я поняла, что это ни к чему не приводит. Ну, меня лично это ни к чему не приводит. Всё равно каждый останется при своём мнении, может быть, ещё больше убедившись в том, что я точно прав. А это не даст нам последующей возможности диалога, потому что только в диалоге мы можем вообще хоть как-то влиять на мнение другого, только выслушивая сторону другого. Поэтому здесь, наверное, самое первое – это осознать, чего я так злюсь. Вот почему у меня такая сильнейшая агрессия. Потому что если это действительно страх, то тогда здесь мы наблюдаем потребность нашей психики обеспечить себе какую-то безопасность. И тогда стоит подумать прежде всего про то, как я эту безопасность могу обеспечить себе и своим близким. Точно ли именно превентивной какой-то агрессии я себя спасу или помогу своим близким. Может быть, как раз наоборот. Мои агрессивные действия приведут к ответной агрессии, и драка тогда будет неизбежна. Это первое. Но вот если это действительно агрессия, связанная со страхом, то стоит действовать так. Ещё агрессия может быть из-за того, что я злюсь, что мой мир рушится. Привычное положение вещей разрушается. Я привык заходить каждое утро в Инстаграм, и я перелешён этой возможности. И, блин, я злюсь. А найти какой-то источник того, кто это сделал, я, соответственно, не могу. И попадается кто под руку на того, я всё это и сливаю. И здесь стоит тоже тогда осознавать действительно, про что моя злость, какая потребность моя фрустрирована. То есть, что я лишился, на что я обижен, чтобы понимать, как я могу это экологично выражать, на того, кто правда причина этой фрустрации. Ну или же пробовать по-другому эту потребность как-то получать. И третий вариант. Злость ещё может быть с таким садистическим аспектом. То есть, когда человек действительно радуется от того, что он причиняет зло другому человеку. Бывает, конечно, вообще там такой клинический садизм, когда человек прямо удовольствие получает, когда он делает больно другому. Мы не берём этот случай. А вот если в обыденном таком понимании, то действительно иногда у нас есть там злорадство по поводу того, что у соседа все накопления обнулились. Вроде пустяк, а приятно. Или там ощущение какой-то радости от мести кому-то. Это тоже злость. Она с таким привкусом такого злорадства, что ли. Какого-то такого мрачного удовлетворения. Такое тоже может быть. И здесь важно человеку, если он почувствовал в себе это, но тоже здесь останавливать, наверное, себя. Потому что это, наверное, самое неприятное, что может быть в злости, когда она возникает из-за каких-то наших проявлений не очень, наверное, человеческих, что ли. Но это есть. Если это есть в небольшом варианте, ну просто отслеживайте. Похоже, я радуюсь, что вот так вам и надо из серии. Вот всё. Не обращали внимания, что там было в Донецке 8 лет назад? Вот вам, пожалуйста. То есть в этом может быть, правда, какое-то удовлетворение. Но тут вопрос в том, где можно найти какое-то удовлетворение и удовольствие в другом. Не обязательно в этом. Часто, мне кажется, ещё за этим чувством до того же злорадства очень много боли. Да. И как будто бы встреча с этой болью, она будет непереносима, возможно. Она может быть, да, её может быть сложнее переживать, потому что злость в этом смысле, её переживать гораздо проще. Она же даёт много сил, много энергии, такого праведного какого-то ощущения, что я прав. Потому что часто действительно за злостью мы потом можем обнаружить бессилие, какую-то усталость, боль, горе. И в злости в этом смысле, правда, быть про ваше и легче. Многие ещё говорят про остыд, про вину. И вот я тоже думаю в контексте травмы, что это очень частые чувства, которые может испытывать в том числе жертва. И как будто бы с этими чувствами вообще довольно сложно обходиться самостоятельно, как-то выходить из них. Может быть, есть какие-то мысли, советы, как с ними обходиться? Ну, наверное, прежде всего здесь стоит сказать, что вина и стыд – это социальные эмоции. И если вы их испытываете, то значит вам действительно не безразличны другие люди. То есть это ваша потребность быть в связи с другими людьми. И ваша потребность сейчас реализуется таким образом. Здесь нет чего-то, наверное, такого странного, что люди это испытывают. Другой момент, что человек может себя действительно сильно корить за то, что он что-то сделал или не сделал. И здесь важно тогда для самого себя отделять, что я действительно сделал или не сделал, чтобы повлиять на эту ситуацию. А что от меня не зависело. Потому что вот это вот такое глобальное ощущение вины и стыда за происходящее, оно даёт нам некоторое ощущение, что как будто я мог на это влиять. А есть вещи, на которые мы правда не можем влиять. И часто бывает так, что тоже проще чувствовать вину, чем своё бессилие. Что я на самом деле, наверное, не мог на это влиять. Но мне проще думать, что мог. Потому что тогда это вообще говорит о том, что я вообще какой-то слабый, бессильный человек. Спасибо, очень крутой ответ. И это действительно про поведение жертвы, про то, что давание себе той силы, которой вообще нет. И ещё одна тема, которая, мне кажется, сейчас с нами со всеми происходит, это ощущение потери. Потери будущего, потери планов, потери каких-то возможностей, которые были, потери реально близких. Или даже не в смысле физической, иногда просто расхождение во взглядах так сильно, что ты теряешь каких-то близких. И как будто бы вот эти потери, они разлиты в воздухе. И как будто бы очень много такого горевания, что ли, в каком-то смысле происходит. И апатии тоже. И есть люди, которые уходят в агрессию, а есть люди, которые уходят в полное, ну как бы небытие какое-то. И, мне кажется, в отказ от жизни. И вот как быть тем людям, которые вообще не чувствуют какого-то вот жизненного тепла? И как вообще переживать такую потерю, которая, ну, это не единственное что-то, а целое множество всего, и даже часть своей идентификации частично. Потому что если ты думал, что ты такой, а оказывается, что если ты там себя идентифицируешь со своей страной, то ты какой-то другой, это довольно тяжёлая потеря. Да, я соглашусь, что сейчас мы входим вот в это переживание потери и в горевание. Я тоже это вот наблюдаю по своим клиентам, наверное, по себе, по тому, что люди пишут. Это действительно так. Мы утратили, наверное, прежний образ своего мира. И в этот образ может быть много чего включено. Это может быть и потеря моего будущего, моих мечт, моих целей. Это может быть потеря реальных людей, реальных контактов, связей. Это может быть потеря собственного ощущения себя. Ну, в смысле, кто я вообще. Особенно если человек себя часто идентифицирует через социальные роли, то здесь может быть очень много потерь. Не знаю, я путешественник. Теперь куда я буду ездить? Я, не знаю, там инвестор. Господи, во что мне сейчас инвестировать? Или там я патриот своей страны. Для кого-то, может быть, сейчас это будет усиление этой роли, если он поддерживает спецоперацию. А может быть, как раз наоборот, потеря этой роли. Кроме этого, мы теряем и прежний образ своего прошлого и настоящего. Потому что сейчас происходит такая, наверное, некоторая переоценка того, что всё это было. Что я делал, где я жил, чем я жил. Насколько сейчас это важно и ценно. Может быть, это вообще никому сейчас не нужно. И я занималась какой-то ерундой 20 лет. И это такое глобальное действительно переживание потери, которое, я думаю, будет накрывать прям очень долго. Ещё, может быть, достаточно большое время. Ещё это усиливается тем, что это у всех так. Непонятно, на кого сейчас опираться, как с этим жить, учитывая, что все сейчас переживают эти потери. Но я для себя выработала такую какую-то, ну, не знаю, там, как это сказать, алгоритм, что ли, да? Потому что я сама с этим столкнулась. У меня какое-то, ну, из моих переживаний, что я занималась инвестициями, там, как-то делала накопление. И сейчас я просто тут себе сказала, что всё, Оль, их нет. Всё, как бы, это твои потери. Надо начинать заново, ну, вот в новых условиях. Может быть, тебе придётся, ну, в смысле, может быть, что-то сохранится. Может быть, что-то там через какое-то количество лет, да, там, это что-то мне принесёт. Но сейчас-то вы нет. Просто как бы важно признать факт. Ну, вот первый пункт – признать факт того, что у меня потери есть. Понятно, что очень хочется быть в такой иллюзии про то, что, ну, вот сейчас-сейчас что-то произойдёт, вот остановится, не знаю, там, любым каким-то способом, да, и всё опять вернётся назад. Вот фарш мы уже не прокрутим. Всё, это уже вот фарш, да, как бы мясом оно назад не станет. То есть очень важно признать этот факт, что сейчас моя жизнь, она вот такая. И назад уже невозможно вернуться. Ну, то есть будет как-то по-другому в этом мире. Может быть, там, через какое-то количество лет что-то из прошлой жизни там вернётся ко мне, но оно точно уже будет другое, другого качества. И мы будем по-другому это оценивать. Поэтому, в общем, самое первое – признать факт потери. Это очень больно, очень больно, но это необходимо сделать, понимать, вот, что это умерло, вот. Второе, я думаю, здесь важно действительно провести какую-то ревизию дальше того, что у меня всё-таки есть, что у меня осталось. Не знаю, там, у меня есть там моя профессия, у меня есть какие-то навыки, у меня есть друзья, какой-то пул моих знакомых, на которых я могу рассчитывать. Не знаю, у меня там есть квартира, например, да, вот, или там машина, ещё что-то, огородик у родителей. Ну, то есть, посмотреть, какие у меня есть ресурсы, всё-таки на что я могу рассчитывать, что точно всё-таки у меня есть. Понятно, что очень многое ушло, но точно что-то осталось. Кроме этого, ещё стоит посмотреть, какие есть, ну, такие ресурсы неопределённые. Может быть, они будут, может быть, нет. Что я сейчас могу сделать, чтобы что-то сохранить, а на что я сейчас не могу влиять. Ну, то есть, я точно могу хранить контакты контакты с теми родственниками, с которыми сейчас, допустим, мне не хочется общаться. Ну, я для себя, допустим, решаю, что сейчас я с ними не общаюсь, но через какое-то время, возможно, мы всё-таки будем общаться. То есть, это не определено, но я здесь могу сам решить, что я буду сейчас с этим делать. Или как-то я меняю эту ситуацию, или же я сейчас пока её не трогаю, допустим, так. Ну и, соответственно, вот после такого подведения баланса своих активов и пассивов, да, можно подумать про то, что сейчас в моей жизни как-то зависит от меня, и где я могу какой-то контроль всё-таки сохранить над тем, что у меня есть, что у меня осталось, что я могу делать, на что я могу влиять, потому что нам очень важно влиять. И, соответственно, на это влиять. Ещё стоит сказать, что горевание, оно может сопровождаться большим количеством разных эмоций. И вот здесь вот стоит сказать, всё, что с вами не происходило, это нормально. Вы можете плакать, да, вы можете злиться, вы можете вообще ничего не чувствовать, но всё, что с вами происходит, это нормально. И обычно горевание чаще всего сопровождается оплакиванием, да, это действительно потери, это слёзы, это боль, это грусть. И если чувствуете, что вам хочется плакать, ну, значит, нужно плакать, потому что процесс горевания – это процесс оплакивания. Чем ценнее и важнее были наши потери, да, тем сильнее будет боль от их утраты. И как раз факт вот этого горевания говорит о том, что вам это было важно, это было ценно. Не стоит это игнорировать, не стоит это обесценивать, вот, а стоит признавать, что это действительно так. Мне от этого больно, чтобы вы, ну, что ли, не предавали сами себя в этом случае. Вот, поэтому если плачется, ну, значит, нужно плакать. И вот в этой ситуации, ну, такой сильной потери и вообще большого количества разных чувств и эмоций, вообще, что может быть какой-то опорой? И на что вообще можно опираться сейчас? Что может помочь? Ну, как я уже сказала, да, такая внешняя реальность, она стала такой вообще неустойчивой, непредсказуемой, опираться на неё очень сложно. Ну, может быть, и такое решение опираться только на неё, оно может быть действительно ошибочным. И сейчас мы можем опираться прежде всего на себя, на своих близких, на то, что есть внутри нас. И здесь можно, ну, прям для себя тоже проводить такую ревизию, что у меня есть, что осталось, на что я могу опираться, что у меня точно есть. Ну, там, не знаю, есть работа какая-никакая, буду работать, да, там. Есть какие-то, не знаю, там, накопления, буду потихоньку как-то на них жить. Есть возможность уехать, значит, буду уезжать. Есть, знаю, там, очень хорошие связи, там, друзей в какой-то компании, буду, ну, на них опираться. То есть здесь очень важно действительно посмотреть, что есть вокруг меня, что есть во мне. Вот какие всё-таки опоры ещё сохранены. Ну, точно там, не знаю, там, например, здоровье моё, да, или там у меня есть дом. То есть прямо очень важно посмотреть, что есть у меня сейчас вот в реальности, вот присутствует в моей жизни. Мы можем многого не замечать и не видеть, считая, что у меня ничего этого нет. У нас есть очень многое, у нас много есть чего внутри. У нас есть наши ценности, у нас есть прошлый опыт, переживания разных потерь и сложных ситуаций. У нас есть какие-то, не знаю, там, вдохновляющие истории своей жизни или жизни других людей, которые много чего преодолели. У нас есть наши близкие, у нас есть наши обязанности, они нас тоже очень сильно удерживают, особенно если есть дети, я не знаю, или там питомцы. Это то, ради которых нам стоит идти дальше, да, там, и много чего делать. То есть здесь важно найти свои какие-то собственные опоры, вот что у меня точно есть. Я обычно клиентам прям предлагаю такую вот штуку, да, давай посмотрим, что у тебя есть сейчас, что у тебя есть внутри, да, и часто люди говорят о своих ценностях, да, там, о ценности человечности, да, например, о ценности, там, услышать, важности слышать другого. Вот, и эти ценности, они могут действительно помогать нам жить дальше, да, чтобы не происходило вокруг, есть что-то, что я могу сохранить, как бы, ну, чтобы не происходило. Есть, ну, там, место, в котором я живу, или есть какая-то еда, это уже хорошо. То есть очень важно видеть такие мелочи, на которые я могу опираться. Кроме этого важно вспоминать опыт прежних каких-то похожих состояний. Ну, ничего похожего, наверное, такого прям сложно найти. Наверняка у каждого из нас был опыт потерь, был опыт травм, был опыт сложных ситуаций, через которых, из которых мы выходили и как-то выкарабкивались. Его тоже стоит вспомнить, вспомнить, что я себе тогда говорил, через что я проходил, и что мне в итоге, например, помогло. Можем мы на это тоже опираться. Ну, и, конечно, один из главнейших ресурсов – это наши близкие. Люди, которые тебя поддержат, там, добрым словом, которые тебе как-то помогут, там, займут, перезаймут денег, или там на неделю пустят тебя жить в свою квартиру, если чего. Ну, то есть это вот создавайте, если у вас их нет, ну, и поддерживайте, если есть вот эти социальные связи. Люди, которые оказались в такой же ситуации, как и вы, и в этом смысле вы сейчас в одной лодке, и мы действительно можем помогать друг другу. Это очень важно. Я, знаешь, сейчас даже вспомнила такой, у нас был эпизод, мы как-то играли плейбэк в одном из социальных центров для пожилых людей, именно для людей, которые пережили войну Вторую мировую. Они были тогда детьми. Но там был очень интересный такой феномен, мы заметили, что сначала они рассказывали о вот страхе, ужасе и тяжёлом каким-то обстоятельствам, в которых они оказались. Истории были про это. Но в итоге, в конце нашего перформанса мы вышли к тому, что люди начали вспоминать то хорошее, что происходило с ними в этих ситуациях, про то, как кто-то из солдат поделился сахаром, например. Или как их спасли соседи, спрятав в подвале. Вот этих вот, кто рассказывал эти истории. А в конце одна бабушка рассказала про то, как в 1947 году было 800-летие Москвы, и как они праздновали это 800-летие. То есть закончили мы вообще такой очень праздничной историей. И мы тогда, обсуждая этот перформанс, думали про то, почему вот такая канва получилась этих историй, а почему такой сюжет. И поняли, что наша психика, как бы ни было страшно, как бы ни было больно, всё равно надеяться на нечто, что потом будет хорошо. И очень важно в себе сохранять эту веру, что я с этим справлюсь, я это переживу. И что бы ни происходило, всегда есть какие-то эпизоды светлого, доброго, человечного, на что я могу опираться, и что мне поможет это преодолеть. И я думаю, что нам важно это замечать, это видеть, и в себе это даже культивировать. Какая красивая история. Спасибо. Ты знаешь, вот то, что ты сейчас рассказала, это очень вяжется с той темой, которую мне тоже хотелось бы обсудить. Это такая межпоколенческая травма. И то, что, как мне кажется, мы в российских реалиях очень лишены такой возможности рефлексировать опыт. То есть у нас под давлением находятся некоторые места, которые пытаются сохранять память. Музей ГУЛАГа, Центр Сахарова. То есть у них всё время как-то государство им как-то мешает это делать. А в общем-то мне кажется, что поколения, которые были до нас, там такое количество на самом деле травматических событий, которые не пережиты, не отрефлексированы, про них недостаточно фильмов, статей, не знаю, рассказов. Но при этом это всё до сих пор живёт в нас. И вот у Антона Павловича Чехова есть такая классная фраза про то, что я стараюсь выдавить из себя раба по каплям. И вот это такая красивая формулировка. И мне кажется, что нам очень не хватает, как будто бы ещё не хватило мощи для того, чтобы переработать то, что было, а сейчас наступает то, что наступает. И вот у меня есть ощущение, что оно наступает, потому что мы как раз недоотрефлексировали тот опыт, который был. И вообще, как с этим быть, с тем багажом, который такой большой, огромный? Как тебе кажется, как мы с точки зрения вообще культуры должны с ним поступать? Как должны и как поступаем, да, это разные какие-то вещи. Я с тобой согласна, что XX век, он был очень таким трагическим. Не только для нас, стоит правда сказать, а много для кого. И трагедия и 17-го года, и Первый мировой, да, и всего и репрессии, и Второй мировой вообще всего того, что происходило. Потом ещё Афганская война, да, там 90-е годы, чеченские компании. Ну, то есть это правда. Эти все события действительно, я с тобой согласна, они мало отрефлексированы. Если ещё Вторая мировая и там 17-й год, они как-то, ну, хотя бы им точно было место в риторике, ну, там, XX века, да, то... И там были разные высказывания, да, то есть можно было увидеть и фильм «Иди и смотри», как бы один из самых жутких фильмов о войне, который я видела, который показывает весь ужас вот эту кровь и боль, что на самом деле является войной, да. И при этом было много фильмов таких героических, с таким пафосом, да. Но мне кажется, то, что происходит уже в XXI веке, где виден только один сплошной героизм, да, Второй мировой, и совсем не видно вот этой боли. вот это, наверное, знаешь, для меня показатель того, что действительно нам, как нации, возможно... Ну, может быть, это не всем, я не могу сказать, что, наверное, все так думают. Но, наверное, такая официальная, что ли, риторика, она прежде всего про то, что любой опыт, который был у нас, прежде всего стоит рассматривать через такую героическую, что ли, составляющую. Мы все молодцы, все остальные, соответственно, ну, там, не молодцы. И очень мало действительно такого осмысления про то, что это общая боль, общее горе, общие травмы. И, наверное, вот эта невозможность посмотреть на себя честно, невозможность признать то, что я тоже был неправ, я делал, ну, не знаю, там, как воюющий человек, много нечеловеческого. Невозможно, не представляется возможным. Вы знаешь, у меня такое ощущение, что если я, как нация, да, там, посмотрю на себя вот так вот честно, а не только как на героя, да, то как будто это для меня настолько невыносимая информация, что я с ним просто не справлюсь. Если хоть возникнет хоть какое-то сомнение в том, что это не героизм, да, что я тоже в чём-то жесток, несправедлив, да, ужасен, садистичен, то тогда это, ну, меня просто разрушит. Я могу держаться только в героической такой вот роли, да, только через эту идентичность могу себя подпитывать, а любые сомнения меня просто раздавят. И я думаю, что это прежде всего говорит, конечно же, о нестойкости такой, слабости внутренней, да, что я не могу себе представить, ну, вот этого, как часто говорят, не раскачивайте лодку, да. Это же действительно говорит о том, что мы… у нас настолько слабая позиция получается, да, что любое сомнение в этом, да, представляется нам катастрофическим. И это, видимо, тоже делается, как мне кажется, из очень сильного страха. И я сама-то человек, который считает, что имеет смысл высказываться из разных позиций, имеет смысл выслушивать много мнений, и любая оппозиция, она важна в любом коллективе, да, потому что если у нас есть только одно мнение и никакого другого, это часто приводит к ошибкам, часто приводит к неправильным решениям. И поэтому очень важно видеть, ну, вот это разнообразие, да, разнообразие взглядов. И я помню, как я недавно как-то слышала вот такое мнение, да, вот я прям даже… мне прям стало так вот даже интересно, почему люди так боятся этого раскачивания, да, почему так важно в едином порыве выступить всем. В этом разговоре я поняла, что там действительно очень много страха. То есть есть ощущение, что рядом со мной очень враждебный мир, да, и если внутри моего сообщества начнётся хоть какой-то раскол, то мы точно проиграем. Мы не сможем выступить как-то единым фронтом против этого внешнего врага. И мы даже сейчас наблюдаем, ну, очень многие люди готовы объединяться, даже если у них были разные взгляды на что-то. именно из-за этого, ну, такого, как сказать, компонента, компонента страха, что надо объединиться, а потом уж как-то разберёмся, кто там против, кто не против, главное сейчас выстоять. И знаешь, и такое ощущение, что мы всё время живём в этом очень, вот в такой, ну, в такой какой-то парадигме, да, что мы всё время выживаем, да, что мы всё время с кем-то воюем, всё время кругом враги, надо как-то выстаивать, поэтому никакое тут, вот, значит, это несогласие, да, терпеть нельзя. И мне кажется, знаешь, опыт репрессий, когда твоё мнение, ну, как сказать, когда выстоять вообще невозможно, то есть все, кто думают иначе, они просто отправляются куда-то, и при этом почти в каждой семье есть тот, кто либо сидел, либо там был подвержен репрессиям, либо какому-то раскулачиванию, то есть выделяться, иметь своё мнение, это настолько небезопасно, что мне кажется, до сих пор вообще, если рассматривать опыт разных людей, такое количество травматичных событий просто в школе, просто между людьми, просто в больнице, просто в каком-то обычном, на самом деле, обычной человеческой коммуникации, то есть ощущение, что вот люди вот настолько травмированы, настолько не переварены этот опыт, настолько напуганы, что у меня какая-то была надежда, на самом деле, что то, что вот психология стала более модной, что вот мы идём, мы там что-то меняем, что наше общество может быть другим. Вот есть ощущение, что действительно вот огромная масса, такое большое коллективное бессознательное, которое не переварено, оно как будто не может перевариться, и вот оно как бы повторение в каком-то виде. Да, наверное, так и есть. Знаешь, мне кажется, что оно очень специфически переваривается, ну, вот этот весь опыт, так как очень мало некоторых, ну, очень мало таких каких-то официальных позиций, таких здравомыслящих, я бы так сказала. Каждая, ну, там, каждая семья, да, или какой-то родовой клан передаёт своим потомкам информацию, как выживать. Вот. И вот то, что мы действительно умеем выживать, это прям бесспорно. Проблема в том, что сложно жить в мире, сложно жить в благополучии. Я вот заметила интересную штуку, что некоторые клиенты с травматическим опытом, ну, там, детства, например, они сейчас чувствуют отлично. Ну, не то, что прям супер, нет, но у них есть это ощущение какой-то устойчивости. Ну, вот как бы, вот. Я всегда это знала в серии, что вот не надо, значит, учиться жить в хорошем. Плохое всё равно придёт. Вот эта категория людей, мне кажется, она сейчас живёт как-то в привычном для себя формате. Я не могу сказать, что им прям действительно лучше, чем остальные, ну, по крайней мере, им понятен этот мир сейчас, да, что происходит. Чёткое деление на тех, кто прав, кто не прав, на своих, на чужих. Чёткое понимание, что надо просто выживать, не надо развиваться, не надо ничего такого делать для того, чтобы думать, не знаю, там, о будущем каком-то. Не надо создавать, да. Надо просто выживать. И они это отлично умеют делать. И мне кажется, вот это вот, знаешь, то, что каждый род там дал своим потомкам, оно сейчас действительно сработает. И вот этот вот посыл «выживайте», он, скорее всего, действительно нам поможет. Проблема в том, что, ну, как мне кажется, вот в официальной такой позиции очень много этого героизма, что и как будто бы они тоже подтверждают эту точку зрения, что мы нация, которая страдает и выживает, страдает и выживает. Причём эти страдания, если нам не устраивают вовне, мы их сами устроим. Внутри себя, да, или привлекая какие-то внешние силы. Потому что мы отлично это умеем. Мы только через это можем жить, можем через это себя чувствовать. И действительно, я с тобой соглашусь, что вот это вот переваривание того, что есть в прошлом, оно происходит каким-то очень странным способом. Мы не смотрим на весь этот опыт с позиции, условно, что ли, здорового человека, да, условно зрелого человека, который не хочет вот в это всё опять окунаться. Такое ощущение, что действительно нам предлагают только такой вариант жизни – героизм, страдания, боль, смерть, кругом враги, да, и невозможно как-то попробовать на это посмотреть по-другому, да. Потому что, ну вот как мне кажется, да, это будет просто очень болезненно, и с этим гораздо сложнее сталкиваться, чем с героизмом, да. Потому что в героизме много смысла, много сил, много энергии, всё очень понятно, можно на буквах всем всё объяснить, кто прав, кто не прав, кто белый, кто чёрный и так далее. И это, с одной стороны, ну как-то создаёт некоторую вот эту возможность нам действительно всё-таки выжить, а с другой стороны, мне кажется, это такое, знаешь, мы начинаем сходить с ума, потому что внутри-то мы можем чувствовать себя по-другому, и это не переваренность, да, такая, она всё равно присутствует. То есть я понимаю, что, ну, герои, ну, там как бы спасибо, вот, что всё-таки, ну, там, победили во Второй мировой, да, но хочется уже как-то по-другому, вот, хочется не воевать, да, хочется жить, не знаю, там, рожать детей, писать книги, радоваться, путешествовать, ну, как будто нельзя, да. И я думаю, что вот этот когнитивный диссонанс, да, он у многих присутствует, и тут большой вопрос, да, как каждый для себя решит, что он будет с этим делать, как он сам лично будет всё это переваривать, вот. И здесь, наверное, его мнение может во многом не совпадать, не знаю, там, с мнением родственников, да, которые будут пытаться как-то по-другому воздействовать, чтобы мы всё-таки выжили, да, чтобы не погибли в этот час. Я с тобой очень солидарна, потому что мне кажется, что есть люди, у которых внутри происходил какой-то ад, и когда он снаружи, то это такое соответствие, ну, типа, вот оно у меня внутри, вот оно снаружи, вот всё понятно, и как будто даже какое-то облегчение приходит. Ну, я тоже с такой историей сталкивалась, и это, конечно, очень грустно, когда для человека более нормально то, что ненормально. Это прям действительно пугает. И хотелось ещё откликнуться на то, что ты говоришь. Очень для меня интересная мысль. Я смотрела недавно лекцию Петрановской, где она говорила про то, что вообще жертвенность очень часто связана с избранностью. И вообще, что у нас такое государство, оно немножко выстраивает для нас такую как бы богоизбранность и какую-то особенность, особый путь и всё это так далее. И это всё, конечно, означает, что мы такие избранные, что мы должны всем жертвовать, быть в жертве, как бы спасать, быть героями. И, в общем, какой-то такой путь для нас приготовили. И как будто бы от этой избранности так сложно отказаться. И на уровне, как мне кажется, личной терапии иногда человек очень привязан к своим травмам. И на уровне государства тем более, потому что это же так приятно быть избранным. И как вообще поменять вот эту картинку, перестать зависеть от вот этой избранности и особого пути и всего такого. Это правда сложно. Особенно если у человека больше ничего нет. В смысле он только через это может чувствовать свою значимость. Вот я избранный в силу того, что я здесь родился. И это супер. Мне кажется, что если есть другие способы получения такой важности и значимости в своих глазах, то это будет не так важно. А такой способ как-то смотреть на себя, да, он действительно не очень, что ли, здоровый. Потому что если в итоге выяснится, что я не такой, что избранный, то вообще как с этим жить-то вообще непонятно. Есть такая штука, да, тоже, мне кажется, про то, что мы говорили, про такой феномен жертвенности, когда у меня не так много способов почувствовать, что я хоть в чём-то влияю на этот мир и вообще что-то из себя представляю. И мне кажется, это как раз один из таких способов ну, как-то объяснить себе, что происходит, да, как-то один из способов очень красиво, точнее, объяснить, почему это происходит. Да, я особенный, я не знаю, там, бога избранный, ещё какой-то, ещё, ещё, ещё какой-то. И это даёт мне ощущение собственной ценности, собственной значимости, собственного, ну, такой особенности. Здесь, конечно же, нужно искать, а что ещё-то вообще у меня есть? Ну, в смысле, а что? Вот если вот этого не будет, что тогда? Что тогда произойдёт с моей жизнью, если я не буду вот особенно только в этом, именно в этом? Если что-то, через что я могу себя тоже определять? Ну, и серия хорошая мама, там, например, да, или я хороший специалист, или у меня вообще классные друзья, наверное, хороший друг. То есть искать вот такие очень простые особенности в своей жизни, да, которые тоже делают меня значимым, делают меня классным, делают меня клёвым. Потому что, ну, на самом-то деле, долго на этой богоизбранности не проедешь. Ну, её надо всё время чем-то подтверждать. Потому что, ну, сейчас действительно, это правда, есть наши страдания, да, хочется как-то их объяснить. И самый простой способ – это вот эта вот некоторая наша особенность, да, там, нации, вот её, не знаю, там, бесконечные страдания, да, они преподносятся как нечто, не знаю, кармически созданное, да. Ну, поживу я так, да, какое-то количество времени, но кушать-то хочется, да, хочется какого-то бонуса от этого, ну, вот богоизбранный. И что мне это даёт, да, и что мне это даст? И получается, что вот эту вот риторику надо всё время чем-то подтверждать, да, надо всё время, чтобы кто-то её подпитывал и показывал, в чём моя богоизбранность, в чём моя особенность, в чём плюшки-то от всего этого, да. И поэтому это такая очень сложная конструкция, точнее, нет, это на самом деле очень простая конструкция, но в ней сложно долго пребывать. И поэтому я думаю, что здесь люди, которые задумываются над этим, это вообще уже хорошо, да, если они начинают вообще мыслить в эту сторону, насколько мне это подходит, такая официальная, да, вот эта идея, значит, уже, ну, как-то у них есть своё мнение, это уже здорово. А если, ну, я просто боюсь, что мало кто про это будет задумываться сейчас. Может, через какое-то время, когда вот увидят последствия очередного проталкивания этой идеи, да, может быть, что-то может поменяться. Хочется спросить тебя, какие у тебя лично есть опоры, и хочу поделиться, что вот совсем недавно пришла такую цитату из Параджанова, это из его писем из тюрьмы, которые он писал, и он пишет, что «я отомщу миру любовью». И это такая красивая фраза. И совершенно непонятно, как человек, который находится там, в тех условиях, в которых он находился, может так вообще размышлять и думать, и какой величины должно быть сердце. И хочется спросить тебя, как приходить вот к всё-таки, к теплу, к сочувствию, к любви, несмотря на вот это ощущение, не знаю, стыда, вины, злости, страха, вот всего того, о чём мы говорили. Знаешь, я думаю, что люди, у которых и так была эта любовь внутри, и сочувствие к этому миру, она никуда не денется. Но, может, я хочу в это верить просто. Те, кто были и так озлоблены и ненавидели этот мир, они просто найдут ещё очередные подтверждения того, что так и должно быть. А те, кто с большим сочувствием относится, с большей любовью к этому миру, я думаю, они как раз через текущую ситуацию получат больше оснований для того, чтобы эту ценность в себе развивать и нести её. К сожалению, действительно, мы очень сильно зависим от обстоятельств, в которых мы живём. Нельзя взять и отменить эту реальность и сказать, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнётся под нас. Но это так не работает. Нам придётся к этому приспосабливаться, к этой среде и всё равно продолжать нести эту миссию свою. Если я так для себя решаю, что я буду это делать, тогда продолжать это делать. Знаешь, мне помогает фраза, не знаю, говорила или не говорила мать Тереза про то, что будем делать добро и зла, потому что его больше не из чего делать. Я не знаю, говорила она это или нет, но мне эта фраза очень понравилась. Про то, что действительно, ну вот живём в тех условиях, в которых мы живём, сейчас я могу повлиять на них, только делая какое-то конкретное доброе дело. И это может быть любое дело, даже если нам кажется, что это какая-то ерунда и какой-то пустяк. Мне повезло, что моя профессия помогает мне это делать действительно на практике, действительно помогает людям проживать то, что они сейчас проживают, да, и говорить с ними про это. Это мне очень помогает и очень меня спасает. Вот моя профессия, она просто, я не знаю, какой-то подарок небес. То, что сейчас она действительно будет востребована как никогда, и я вот только как-то на неё и уповаю, что она у меня есть. А я думаю, что у других людей, наверное, тоже есть какие-то свои здесь зацепки, какие-то свои здесь способы помогать. Тут только единственное, про что не забывайте никогда, что сначала маску себе, потом ребёнку. Вам тоже нужны ресурсы для того, чтобы нести что-то в этот мир. И тут важно заботиться о себе прежде всего, чтобы потом можно было заботиться об окружающих. Потому что если вы себя будете, ну вот так как-то полностью отдавать, да, помогая другим, то вы очень быстро можете иссякнуть. Лучше светить чуть-чуть, но долго, чем очень ярко сгореть, и всё. Так вы дадите людям гораздо больше, если вы будете заботиться о себе и оставаться в твёрдом уме и какой-то там, не знаю, трезвой памяти. Я хотела тебя спросить про какой-то совет, который ты могла бы дать помогающим практикам, психологам. Ну как будто бы то, что ты сказала, очень крутой совет для тех, кто помогает. Ну может быть что-то ещё, помимо того, чтобы одевать маску сначала на себя. Я думаю, что сейчас нам очень помогает, но вот я тоже смотрю по коллегам, нам помогает общение. Вот если мы там собираемся, да даже просто звонок какой-то, общий созвон, или видимся, просто обсуждение того, что происходит, очень помогает. Какие-то такие рекомендации из серии, что сейчас делать, много, потому что сейчас кризисного консультирования в нашей профессии, что делать в этом консультировании, кто на что опирается, какие клиенты приходят с какими-то запросами. Нам это всё очень помогает. Ну вот такие опоры на сообщество, вот когда мы друг другу как-то, не знаю, там, содействуем. Вот это, мне кажется, можно использовать. Это очень клёво, очень классно, бесплатно, мы просто общаемся и всё. И, Оль, хотелось бы попросить тебя, может быть, какие-то практики, которые могли бы помочь сейчас людям, вот, не знаю, как-то успокоиться, соединиться со своей опорой, заземлиться, вот что-то такое. Что бы ты могла предложить из, может быть, арт-практик или из психодрамы? Я не знаю, можно ли делать что-то самому? Ну, я думаю, что сейчас как таковых практик, я думаю, что, ну, именно психотерапевтических нет, чтобы прямо вот специально. Хотя я сейчас, есть у меня одна идея. Я вот основные, может быть, рекомендации дам про то, что сейчас очень нужно помочь вашему телу. Прямо вот максимально. Когда-то это точно, ну, закончится в том или ином виде, но, пожалуйста, сохраните своё здоровье и физическое, и психическое, насколько возможно. Потому что, вот, как я говорила, идёт такое хроническое, вот эта ситуация хроническая, мы испытываем хронический стресс, и важно сохранить себя, насколько возможно, целостным, вот, и здоровым. То есть это обязательно сон, да, необходимо спать, необходимо есть, питаться нормально, очень помогают физические нагрузки любые, господи, просто можно ходить или гулять. Это даёт продуктам стресса, да, быстрее перерабатываться, быстрее выходить из организма. Очень важно пить воду, много воды, вот, и стараться, ну, наверное, снижать количество кофеина, кофе и чая, потому что это усиливает возбуждение нервной системы. Вот. Алкоголь лучше поменьше, вот, потому что тактически это может помочь, да, вот сейчас, но в дальнейшей такой вот, да, в стратегии это, наоборот, может ухудшать ваше состояние, потому что алкоголь – это прежде всего депрессант, вот, и он усиливает депрессивные и тревожные состояния. Это вот, что касается общих рекомендаций про ваше тело, можно ещё структурировать, насколько возможно, ваш день, вообще структурировать время и пространство, какой-то порядок вокруг себя создавать, чтобы давать, ну, вот психике это ощущение, что я что-то контролирую, я на что-то влияю. Здесь у меня книжки, здесь у меня ботинки, это нас успокаивает. А вот что касается именно психологических практик, я предлагаю сейчас такую штуку некоторым клиентам попробовать войти в роль себя, но лет через 15-20. И что-то сказать себе из этого образа будущего, да, в настоящее. И вот эта вот позиция, такая позиция, ну, такая мета-позиция, позиция из другого, ну, фантазийного какого-то времени, она даёт нам возможность посмотреть как будто бы сверху, да, издалека на то, что сейчас происходит со мной, и как-то даёт мне возможность посочувствовать себе и дать какой-то совет из серии, что ты, ну, обычно люди говорят, ты справишься, ты это преодолеешь, будет сложно, но ты пройдёшь это, вот. И вот это вот может помочь. То есть я это делаю, понятно, помогаю клиенту, если вы сам по себе хотите сделать эту практику, то, может быть, стоит попробовать написать себе какое-то письмо якобы из будущего, да, представив, что, не знаю, там, мне сейчас 20 лет, я представляю, что мне сейчас 35 или мне 40 лет, и я себе пишу письмо, там из серии «Дорогая моя девочка», я знаю, что тебе сейчас плохо, тяжело, больно и страшно, но я точно хочу тебе сказать, ты справишься, вот, ты это преодолеешь, и тебя ждёт классное будущее. Оно просто придёт не сразу, например. Ну, вот что-то такое, да, вот, тут у каждого будут какие-то свои слова, но это стоит сделать, вот, потому что такой взгляд, да, через многие-многие годы, он может нам помочь это, ну, с этим справиться. Оль, спасибо большое, что ты смогла прийти, очень много важных мыслей, я думаю, что будет очень полезно послушать. Спасибо тебе, что предоставила возможность как-то высказать всё это, ну, и интересно было, правда, обсудить, да, то, что происходит. Спасибо тебе большое, что позвала. Дорогие друзья, спасибо вам за просмотр, сейчас особенно важны ваши лайки, комментарии, ваша поддержка, потому что сейчас не так много ресурсов, чтобы делать классные дела, а очень хочется их делать. Давайте держаться вместе, пишите ваши мысли, идеи, о чём хотите услышать ещё, и будем на связи. Всем пока. Берегите себя и своих близких, это очень важно. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова